Красноглинский район в последние годы одна из самых густонаселенных территорий города. Ежедневно тысячи людей пользуются здесь общественным транспортом. Доступность этой части Самары стала ключевой темой во время встречи главы города Елены Лапушкиной с жителями. Они считают, что недобросовестная работа автобусов возникла из-за действия персонала. Его на линии явно не хватает. Из-за этого подвижной состав часто задерживается или вовсе не выходит в рейс. Объективными причинами для нас является серьезный кадровый голод. У нас реально не хватает водителей и кондукторов. Это связано тоже с многими причинами. Кто из людей работает, понимает, что кадровый голод касается сейчас абсолютно всех отраслей, начиная от государственной службы и заканчивая стройками. Не минула эта участь и наших перевозчиков. Среди других причин инфраструктура предприятия-перевозчика сильно износилась. Средств, которые компания получает от продажи билетов, не хватает. Чтобы улучшить ситуацию, в городе планомерно начинают вводить оплату по новому для Самары формату. Транспортные работы. Это так называемые брутто-контракты. Это оплата рейсов. Вот вышел автобус в рейс, перевез на одного пассажира. Он получил ровно столько, сколько должен получить за рейс. От этого есть возможность соблюдать интервалы, соблюдать рейсы. И у нас, как у муниципалитета, есть возможность жестко контролировать перевозчиков. Появляются серьезные штрафные санкции за невыход того или иного маршрута, за невыход того или иного автобуса в рейс. В пилотном режиме такую систему ранее запустили на двух маршрутах под номерами 3 и 13, а также на садово-дачных перевозках. Формат уже показал хорошие результаты. И со следующего года брутто-контракты введут еще и на некоторых маршрутах в Куйбышевском районе. В планах реализовать такой тариф и в Красноглинском. Ну а пока что здесь в ближайшем будущем для улучшения обстановки с перевозками введут новый автобусный маршрут номер 84. Мы в этом уже месяце запускаем еще один маршрут 84. Это будет маршрут, который будет ходить по нерегулированному тарифу, который будет ходить от Батайской до железнодорожного вокзала. То есть в этом году мы уже запускаем такой маршрут. Поэтому для жителей Управленческого, Красной Глинки. Департамент транспорта регулярно работает с жителями города по вопросам улучшения транспортной доступности. По просьбам заводчан ранее скорректировали утреннее расписание маршрута номер 50 в сторону Красной Глинки. Изменили время вечернего отправления автобуса номер 51 от станции метро Кировская. А в утренние и вечерние часы автобусный маршрут номер 51 следует до проходной завода ОДК Кузнецов в поселке Управленческий. Вопрос работы общественного транспорта остается на постоянном контроле главы Самары Елены Лапушкиной. В ближайшее время вместе с компетентными органами власти города проработают все жалобы, которые оставляют жители разных районов, и будут найдены новые решения для улучшения работы автопарка. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.